вот она скамеечка наша они свою миссию выполнили они свою миссию выполнили скамейку принесли ты мой дорогой в итоге white в у Я очень рад, что я делаю, но я волнуюсь. Заходим, заходим все, трапезную, духовная трапеза. А это, там, железка одна. Я могу загрязть завтра. Первый тон, первый тон, дай, пожалуйста. А где она там лежала? Она и есть. Лешушка? Вот так уж, а? Ну поле здесь бросили. Вот она вкусная. А что ты делала, жарила или приклад? А что ты делала, жарила или приклад? Нет, они свою уклейку. Все зашли? Тоже и надо. Тарю небесный, утешите души истины, и жизнь здесь и исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селисяны, и очистены от всяких скверны, и спасти блажные души наши. Господи, просим Тебя, благослови наше собрание. Прибудь с нами в этот воскресный день. Тебе же славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь. Аминь. Толкование всех лаптов логарства на сегодняшний евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 по 36 стихи. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившим у тебя по щеке подставь и другую, и отнимающим у тебя верхнюю одежду, не препятствую взять в рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Толкование. Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидали в себе многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправильно злоумышлять против них? Так и сам Он поступил на кресте, говоря, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки 23, глава 34. Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь любить врагов невозможна, он говорит, «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим. И будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и не памятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли врожденный закон в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Про Керемия 31, глава 33 стих. Потом предлагает им и другое побуждение. Именно, если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете? Грешникам ли быть подобными или Богу? Потом убеждает и кончиной, и наградой, ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу. Небольшой комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина на слова блаженного фифилакта. «Умолкли и перестали бы учить, что солнце Евангелия погасло бы». Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу нигде не сказал, совершая богослужения, обязательно каждый день по 4 часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова и ни полслова. «Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих». Книга Деяний, 18 глава, 9 стих. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай». Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время, и мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы мы ему по ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги, и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Каринфе и Арифаге, освящать воду в Тибре для всех римлян, и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если бы не было бы его посланий?» И цитата Феофилакта еще раз повторяется. «Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы». Да не будет этого. Спасти Христос, брат. Аминь. Ну, прежде всего, хочу сказать, поблагодарить Бога за то, что он мне дал уши, которые слышат. Сегодня я услышал слова страшные. А почему я хочу сказать, что у меня есть уши, которые слышат? Потому что если слышишь, то эти слова, которые мы сегодня услышали из проповеди первой, они не могут не привести в трепет. «Страх и трепет». Я напомню и сожалею о том, что дети наши не были на этой проповеди. Напомню о том, о чем была проповедь. О том, как Ильи и его дети погибли. И он их вразумлял, но недостаточно вразумлял. И погибли все, весь дом Ильи погиб. И он, и его дети погибли. Я к детям хочу обратиться. Вы понимаете, что не только вы ответственны за свою жизнь, за свою душу, но и за душу ваших родителей. Страшно. Поэтому прошу еще раз, и буду всегда просить вас молиться о моих детях, чтобы Господь призвал их на путь истинный, чтобы они не погибли в этом, не погибли, подожая мир всему погибающему во грехах. Можно еще добавить? Там еще не было сказано, что, а что же нужно было делать? И там у Златоуста есть еще это. И он говорит, надо было их вязать, пороть и изгонять, чтобы они не были священниками. Было сказано слово. Было. Прочитано было, да. Было это сказано? Да, да, да. Прочитано было. Брат Сеорстян произнес эти слова. Ну, не нужно об этом забывать. Да. Что, как нужно поступать с такими детьми. И это есть проявление любви. Ну, о делах наших, нашей семье. Мы все уже не раз слышали, что наша семья, семья наша, которая входит в нашу общину, нуждается семья Загуляевых, Галины, Александра. Хочу напомнить о том, что, кто сеет щедро, щедро и пожмет. Давайте поможем. Вот тут начинается холода, и по-прежнему семья остается вот в этой нужде. Можно я скажу? Да, Галина. Ну, во-первых, в самых первых, я вам очень благодарна, потому что, ну, без вас бы я не начала это делать по обычным банальным причинам, по финансовым. А сейчас это все сдвинулось с места. Вот. Сдвинулось, да. На данном моменте, на данном этапе, значит, это готовится проект, по которому потом будет все это оборудование в нашем доме устанавливаться, полностью переделываться там отопление. Ну, не полностью там как-то это нужно сделать. То есть печку мы не хотим убирать, потому что все газовое отопление, оно зависимо от электричества. В случае, если не будет электричества, у нас остается печка. Запасной вариант тостанавливается. Да, да. И они сами рекомендуют все это не убирать и оставлять. Но нужно сделать некоторые там переделки. Газовая оборудование будет в печи у вас? Нет, не в печи. Не в печи? Нет. Оно будет отдельно. Переключаться. А, понятно, это хорошо. Да, оно будет вот так надо переключаться. Там специальные краны, они будут закрываться. В общем, я не сильна в этом, так вот говорю, буквально на пальцах. Стоит это все, конечно, дорого. Все благодаря тому, что вы решились помочь. Спасибо, Христос. Сколько людей? Не посчитаешь? Сколько тысяч? Не меньше. Больше. Это как будто не для людей, знаете. Я смотрю, говорю, вы мне скажите, у кого такие... Ну, есть, конечно, люди, у кого такие зарплаты, но вот обычный люд. А многодетным никаких нет? Люди залазят в кредит, да? Просто и все. Больше ничего. Кредит мы не можем взять, потому что у нас уже вот так вот хватает. Я в соцзащите как-то была, и там было объявление, что помощь, оказывается, я помню, что социально необеспеченным, там по проводке газа, что скидка какая-то большая. Но это было года два назад. Небольшая. Там от 200 тысяч, по-моему, 20 тысяч можно оформить, какая-то есть. Но она небольшая, я тоже узнавала. Ну, 20 тысяч нормально. Ну, 20 тысяч это тоже ни копейничка. Ну, я с вами согласна, я все это узнаю, что это есть. Сколько, может быть, какая-то помощь никакая? Нет, соцзащита это помощь. Ну, помощь какая-никакая, пускай хоть 10%. Ну, да, да, я с вами согласна. Сколько? Ну, пока что я не могу сказать, сколько недостает, но смотрите, оборудование он посчитал, будет стоить 40 тысяч. На это все хватает. В понедельник он поедет, все это копит. Я с ним рассчитываю. Уже нормально. Да, я с ним, это уже нормально. Плюс монтаж его будет стоить что-то в пределах, ну, где 6? Нет, больше? Нет, в пределах 25, монтаж только. Это часто? Это он мне, это он мне сказка, без переделки отопления, понимаешь? Плюс переделка отопления, это мастер приедет только в субботу, скажет, сколько это будет стоить. Поэтому конкретную сумму я даже не могу сказать. Вот так. Спасибо вас, Христос, еще раз. Продолжаем два раз. Да, продолжаем, продолжаем. И обращаемся вот к братьям и сестрам, которые будут смотреть сегодняшнее наше собрание. Телефон, может быть, сказать надо, Гали, какой телефон? Там именно Тихач Траслирова мой телефон, я не знаю, целый год. Ну, можно еще раз повторить. Повторить. 8-906-968-63-06. Карта Сбербанка привязана к этому номеру. Очень быстро сказала. 8-906-968-63-06. Лена. Загуляева Галина Александровна. Еще раз повтор идет. Загуляева Галина Александровна. Это так сделано. Спаси Христос. Еще раз напомню. Кто сеет щедро, щедро и пожмет. А болящих, Татьяна Кузьминична, ну, всех мы слышали сегодня? Леониды заболело горло прям резко. Ну, у нас на неделе Тараська пошла. Она же вчера была. Ну, вот вчера была. Ну, опять всегда ленинградура в доме. Ну, это понятно. На ночь. Еще один. На ночь. Это понятно все. Любовь. Это вы, Петровна? Петровна, да. Как? Давно мы ходили. Мы были, наверное, пошла. Ну, надо узнать, как у нее там дела. Да ничего. Она бодрым голосом звонила мне в больницу и, да, спрашивала, ты как там все? Я говорю, вы-то сами как? Да я-то что? Вот тебе же операцию сделаю. Они выходить, они выходить вот не могут. Что-то они ходят, что другая. Раиса Николаевна, какая-то мать есть о ней? Раиса Николаевна, о чем-то? Раиса Николаевна ничего не знали. Раиса Николаевна ничего не знали. Больно я скажу про болящих. Да, да. Я забыла сегодня, простите меня, записать Варвару. Я ей вчера звонила, предложила ей привезти ее с ребятишками. Она сказала, ну вот Николай сейчас уже приедет сам, по-моему, завтра или послезавтра возвращается он с Варки. Ее, она сказала, не заезжай за нами, что-то Варя с животом мучается. Я не записала ее за болящую, помолитесь за Варвару. Что-то у них там. А вот то, что они простывали тогда, у них высокая была температура, Аня писала, прям очень высокая у обоих ребятишек. Все, это уже прошло. Раиса Николаевна, там с Акерины что-то, я слышал про Акерины. У меня телефон был, а зря на связи на него. Можно я искать? Да. Благодарю всех за молитвы. Поле у меня заболело, высокая температура была, горло все обсыпано. И вот, прям быстро-быстро, на 4 дня, и мы потом в школу пошли, благодаря вашему молитву. Спасибо, Христос. Еще прошу, в связи с этой проповедью, тоже дочери у меня, Мария и Татьяна, они живут, они же с неверующими. Бьют их? Ну, там не знаю, кто кого бьет. Но у меня часть другая, вот у меня был день рождения, они приходили меня поздравить, в итоге они разругались, они очень недружные, они ненавидящие брата своего, это проклятые, кто-то лежит, где у него дни на них. Они прямо чуть не в рукопашную потом. Вот настолько они друг друга не любят, вот эта вот зависть у них такая друг к другу, да, ревность. И вот помолитесь, что у них этот дух раздора, вот этой вот вражды. Прямо я так расстроилась. Эту любят обе, и вот из-за нее приревновали. Одна подарила телефон хороший, вторая хотела записать, как она хочет, и вот чуть не подрались вообще. Так, еще соседку, Людмилу, она цветы принесла мне вчера в храм, вот за нее об обращении. Очень больная женщина, я-то свой давно срезала уже. Еще объявляла у нас новенькая Елена, она вот стесняется, я ей говорила, говорю, ну ты объяви. Я говорю, хорошо, я начну. У нее, ну по сути, вот она живет на съемной квартире. Она деньги свои вложила в стройку, и стройка не идет, места не сдвигается. Там и суды, там и петиции, и рабочие группы, и Вести Алтай, там уже все инстанции пройдены. И не двигается три года это все, деньги вложены, люди, которые там вложили, платят ипотеки. Дом, ну никак не сдвигается, уже там из администрации, все в курсе. Вот, я думаю, что осталось вот только молитвой все это протолкнуть, вот эту пробку, вот где-то все это уперлось, и не идет дальше этот процесс. То есть она не имеет своего жилья. То есть таким образом с детьми живет, ну можно сказать, на съемной, можно так образно сказать. Ну вот, я ей все время говорю, ты встань, еще месяц назад мы с ней говорили, она, я что-то стесняюсь. Не стесняйся, проси. Молиться-то надо. Да, чтобы люди знали, помолятся, и все звенится, вот поверь. Ты разве не поняла, что мы здесь единая семья, что мы вот друг друга вот любим и проявляем свою вот любовь в наших делах конкретных. Молития. Ну ладно, стеснение это неплохо, можно еще? Тоже скажу, что вчера встретил Татьяну Павлову с Тогула, которая, она так обрадовалась, все такая прям, всем передает привет, там все такая прям, ну и Марина тут тоже была, там дочка ее тоже, ну так хорошо, я их знаю, долго за нее там жил кто-то, и она же у нас приезжала, сколько здесь было, Игнать Тихоновича, а как Игнать Тихоновича, ну там так-то, так-то она, тоже поклон передавайте всем, ну в общем, обменялись, у меня, говорит, просто телефон играет, это, ну, телефон у нее там, не было даже телефона, поэтому, говорит, телефон твой потеряла, спрашивала у Раисы Николаевны, она, говорит, мне не может сказать, Раиса Николаевна придумает, я, говорит, Маринин телефон спросила, она мне сказала, что я подошла к Марине, а Марина сказала, никаких телефонов я ей давать не буду, ну то есть, что там бабушка делает, непонятно, ну в общем, не мой телефон, ни Марине не дала, и Татьяна Павловна, так вот не знаю, ну вы сейчас, как она не видит, как она, ну, не, муж умер, вот, да, и поэтому она сейчас одна, там, и хозяйство на ней там, они же там и коровы, и так далее, сколько они едят, сколько они едят, ей 77, где-то так, ну, не нужна и коровы, ну, ну, может, чуть поменьше, но ненамного, ну, вот так вот, ну, созвонимся, я ее пригласил к нам, я говорю, приезжайте, помолиться, и так далее, ну, это все с хозяйством связано, поэтому непонятно, как что. Поклон от Володи Олейникова, который уехал в Новосибирск, он говорил уже, что он теперь учится в ординатории, там, первый год, ну, пока вот так у него там складывается, вроде ничего, говорит, что, ну, стараюсь читать, соблюдать правила, утреннее вечернее, да, так что, всем поклон, я ему передавал тоже поклон, он-то обрадовался, да, мы все, обрадовался, что помнит его. Пускай учится, и потом к вам сюда приезжает. Благодарю Господа Бога, что Господь Бог вчера позволил обработать виноград, с Божьей помощью. А то я не могу, не могу, надя мне позвонила, чтобы я пришла, здесь поприсутствовала, должны были убирать этот храм, Алена и, где она, ну, я не знаю ее имя, я пришла, ее нет, одна Алена, Алена убрала весь храм, а потом ко мне подходит, что помочь, и мы с ней так все сделали хорошо, конечно, там еще надо кое-что, но это уже, если живым будем, угодно будет Господу Богу, то весной еще там добавим. Спаси Христос. А слава Христос, она, Лена сейчас уже, она крещеная, христианинка. Я хотел вопрос. Не надо вот это, Алены, там вот эти вот, Генриеты и так далее, не надо это все вспоминать. Ну и христиане, давайте. Кристиан, слушай, брата. Ну, мне неделю назад батюшка звонил в прошлом воскресенье, и они собирались как раз в понедельник выехать с отцом Иоанном в Белоруссию, то есть сейчас они, наверное, где-то там у священника. Уже вернулись. Вернулись уже дальше, да? Да, слава Богу. Но он говорит, что еще побудет. Он приедет, напоминаю, что он объявлял, что будет 26 субботу здесь у нас, и 27, ну, соответственно, 27 утром воскресенья. Да помоги Господи, что всяк тут так все... И он попросил меня еще объявить, что 3 ноября в Потеряевке будет Таинство Венчания. Терентия Екатерина. Терентия Екатерина, да. Ну, и сказал, что приглашают на свадьбу. Терентия Екатерина. Терентия Екатерина. Терентия Екатерина. Это Екатерина Давидова. Она похожа на... Так, еще у кого? Слово? Все исчерпались. Игнар Тихонович, вам слово. Сто процентов похоже. Так, попрошу без всяких речей. Как же выступает, как говорит, и непрерывно не придет. Это нехорошо. Вчера другой сбивается, или уже говорит о другом. Мы приехали сюда в четверг, как намещали 10-го. Надежда Васильевна была на каст, там что-то занести. и мыши там одолевают. А войти невозможно. Когда я был три недели назад, клиш лежал там же, где эти лежат. Здесь все с фонариком просмотрели, нет. Кто брал, или кто заходил, или кто в другое место положил. Значит, что спиливать. Понимаете, что за этим стоит? А там никуда деться некогда. Ну, я так вижу, что... по небрежности, или как-то. Они так, свернутый ключик. Он замок-то-то небольшой. Замотан он на нем, как веревочка, что-то. И лежал в стороне. Ну, я рукой прикоснулся к нему, и дальше ничего нет. Сейчас приезжаем, все обыскали, на два раза уже. И мы звонили близко, кто мог коснуться, кем перезвонили. А Левтина, Татьяна была или нет? Я не знаю. Надо позвонить, потому что они близки, она могла сказать, а переложить и... Нет, нет, я уже узнавал, Игнать Ханчич. Притом, когда заходите, я всегда учил вас, заходя, за собой дверь наружу закрыть, а не так, что я беру ключ, а на меня 20 человек смотрят, где я беру. Все это такое. Второе. Ключи отдавали, каждый год возвращать в это время, когда я вернулся. Кто принес? У кого ключи есть от калитки? Вон. Посмотрите, сколько. Вот видите, один принес. Остальные? В машине сейчас принесу. Да. Еще раз поднимите, сколько я посчитаю, не опускайте руку. Раз, два, три. Три, можно... А там варышев, это четвертый, значит, туда все. А потом я весной опять выезжаю, раздаю. Привезли уголь вчера. Привозят один на машинке маленькой, он дороже там берет немножко, еще немножко, 450, три раза приехал, 6 тонн, 20 тысяч. У меня льготные, как репрессированные, полторы тонны, а больше не дают. Вот я не беру 10 лет уже, 15 тонн, а так нельзя. Власть просто, как вот, ну, везде-везде старается как-то выжить. А полторы тонны машину нанимать, она дороже угля, и поэтому я нигде льготами не пользуюсь. Один раз хотел, где вы зубы выбивали, там бесплатно, я говорю, представляю. Я пошел в этом очереди еще до второго срока, и я ушел оттуда. Значит, уголь и дрова вы видели, привезли, желательно, чтобы кто-то пришел. Так, Василий Николаевич, можешь прийти? Можно остаться. Он хорошо кидает уголь. Все на лоде, он прочистил печь здесь и там. Вот, Владимир Александрович. Еще побили. Уголь еще раз сколько сбросал, а тут три машинки у него, уголь-то хороший он, привозит. Знакомый нам. Три я скидал, одна осталась. Так, кто может прийти помочь? Притом, погода предсказывается такая, что еще два дня примерно, и там заряжает на неделю дожди подряд, потом один день, вторник будет солнце и полусолнце там с дождиком, и потом опять скатывается почти неделя дождей. Ну, это прогноз. Так, поэтому, если уголь промокнет и застынет, тут понятно, мы сами себе беду нажили. Кто может прийти завтра? Так, один. Василий Николаевич, почему не... Я спину сорвал. Ну, а тебе спина-то зачем? Что ты делал, даже спину? Тебе ничего не начать? Руками, руками кидать. Ну, больше нет, как Сергей Роженский говорит, все больные, некому, я один, свободный, не больной. Нет, спина-то, я могу сказать, без кидания. Никто не будет знать, что руки вывершенные, опираться на позвоночнике, и как-то сразу себе льготы ищут, и я не могу. Это очень удивительно. До сюда приходят люди, а, как говорится, встать на 7 минут молитвы, вставать не стоят, а я больной. А ты сейчас пешком шел? Это внутренняя вера. Так потом, Игорь Владимирович, потом поговоришь. Сейчас постарайтесь, чтобы не было ничего. Я все посчитал. Дрова у нас есть. Хорошо, что один человек топит, более-менее экономно, а который, тогда разное, прям подряд все сожгут, даже на мужчину оставишь, что и то сожжут. Ну, общество города, оно, эти, железобетонные джунды, не приучено, чтобы человек что-то размышлял и делал разумно. А как? Поесть в магазин, больной, 10 поликлиник рядом, и человек над собой не трудится. Вот я знаю, у нас 10 детей было, и только 2 ребенка болели. А отец Аким болел, у него с глазами что-то было, и он сидел в темноте, пропустил год, а потом нагонял. И все страсти милит, тут уж ничего не сделаешь. И оба выздоровели. 10, больше никто никогда, отец с матерью, чтобы лежали, болели, мы даже не слышали, до смертного часа. А в чем дело, я так мыслю по себе, был такой, я его называю, это русский антихрист, он говорит, бог земли, Иванов, обливанием, который научил. Главное болезнь, не впущать в себя. Вот я по Америке ездил, ну, прямо как будто вся страна, спортплощадки. Я говорю, а почему? Слишком дорого лечиться. А я скорую помощь вызову. По нашим деньгам, примерно 30 тысяч, на кон сразу. Не бойся. А я что-то не могу, у нас был, нынче был здоровый, здесь крепкий человек, и что-то заболел, утром нет на завтрак. Я подошел, он там на себя, лежит, почему лежишь? А врача надо. А что? А я не могу. Я тебя лечить буду, есть не даю сегодня, и посмотрим, что дальше будет. Врача вызвать. Где врача по Теряевке? Ну, а Корчино? Корчино нет, перекрыли поликлинику. Ехать некому. Маленько погодя, приходит, поел, пошли на работу. Притом верующий человек, хороший человек, и это все развращает. До предела дотяни, чтобы понять, куда тебя Бог толкает, к врачу или к Богу. Врач нужен, необходим, но нельзя же так. Где-то кольнуло, что скорую помощь. Я говорю, страна не отсталая, Америка, и там даром ничего не делается. И поэтому спорт, везде спорт. Играют, там посмотрим, как волейбол, там бадминтон. Прямо заехали, там, по Нью-Йорку едем, в Вашингтоне, маленько поглядят, пять спортплощадок, и опять, и все время, тренируются, играют, бабки. А кто дольше всех живет? Там все статистика. Адвентисты седьмого дня? Адвентисты седьмого дня? А почему? А везде спортплощадки. Бабки все ходят, там, и софити, или кто-то называет. Пожалуйста. Продолжительность жизни увеличивается, насколько? И питание. Самые долгожители, как японцы, 89 лет, а он на пудзиму свою еще залазит на гору, пудзияма там. А у нас так еще скольчужился, уже за костыль степился, уже вижу, второй костыль рядом. Откни его, отбрось. У меня операцию сделали, на позвоночнике. И дали какая-то такая вот катушечка на колесиках ходить. И в коридор только выкатился, ногами шевелиться, врач отошел. Ты, мужик, с этой бричкой не возись. Ты делай, наращивай, чтобы у тебя мускулистый был там, корсет, и корсет не надевай. Я к Виктору Андреевичу. Он меня сразу в спортзал отвел, по пленку ногу одну поднял, вторую. Я пришел, они на корочка стояли после операции, вот так вот стоять. Я уже выписал, некоторые мужики так и стоят. Природу не обманешь. Значит, нужно больше работать физически и не обращать внимания. А, а я давление. Беретки никто, температуру никто не мерил. Может быть и надо. Но говорят, откуда. Приехал врач, я могу показать, Виктор Андреевич, что это может сказать. Немец, его сильно кардиологи тут подприняли. И он говорит, у вас, говорит, не лечат людей-то, а к смерти подгоняют врачи, которые занимаются этим. Вот дает, дали, сердце давление сбросило. Что сбросило? Это все внутри осталось. Это сосуды, которые там, как бляшки еще наращиваются, кровь проталкивают, нет, оно давит сильнее. Нужно, чтобы ушли они. И на молекулярном уровне сделали такое лекарство, которое разлагает их, не повреждая ничего. И он не обманщик, он там руководит в Германии. Один из самых известных, приехал в Россию, его принимает. Посмотрите, это не шарлатан. Главное, откуда и чего там показывают. Эти шашлыки варят, все. Это хорошая среда для этих бляшек. У нас нынче назревало неприятно с потеряемки, то, что рыбу ловим. Из-за листиков и голодных людей очень много. И они стали здесь долбить. Рыбнадзор, куда смотрите. Там мелочь ловят, губят рыбу. Приехали ко мне, они 300, что ли, километров из надзора, из этого. И полиции, и на распрокуратуры. А у них на карте два пруда. Они на один не поехали, на другой приехали. Там примерно глубина 20 сантиметров на расстоянии двух метров. Ну, ведром не подчеркнули. Южный. Они там, не знаю, нашли его или нет. На карте больше нет. Галина Александровна Загулява повезла меня тут. Я говорил как. И только с одного пруда маленький какой-то карандашиком кто-то щеркнул, наверное. А тут главное, чтобы опь не протекала, чтобы ту руму общую государственную не ловили. Мы сами ее запустили. Сами. Они не имеют права даже к нам подходить. Ну, нас кто беспокоит? Как фамилия? Да не, не пишут. Решение Думы принятое, анонимки не принимать. Это давно принятое решение. Не принимать анонимки. Зачем принимаете? Вас кто? Ну, знаете, это нужно доказать, что там не втекает. Ну, можно видеть, откуда втекать река будет-то? И вытекать-то? Нету этого? Ну, знаете, надо комиссию, то другое. А сколько стоит эта комиссия? Несколько миллионов. То есть, прийти с чайных фотоаппаратом, который сидит там одному показать, это несколько миллионов. Это понимает? Это что означает? Что люди не работают, не цену деньгам не знают. И вдруг все от нас отстало. Мы просто молились. И больше никаких знаков. Только, чтобы ничего не выставляли. А я только когда приехал, как мы ловим сетями, я тоже выставил три ролика. Пока молчок. Три в один день. То, которое было. Но после этого мы уже не рыбачили, ничего и не делали. Нет. Мы показали как. У нас семь прудов. Вот, заметьте, в интернете зашел человек один, я посмотрел, все знаете, меня интересует, как они сейчас пруды выглядят. Вот сделайте ролики на них. А потом весной показать, что у вас, как будет-то. Это как закон. Мы с Володей за полтора дня прочистили, где эти стоки везде, выровняли. Все. И выставили ролики. Теперь до весны. Человек сказал не случайно, вот нам расположен. Почему не ответить? И сегодня, я выставил все эти ролики. У нас идут занятия, где редко столько занятий. По интернету. Два, и воскресенье третье. Да вот здесь вот, после трапезы, четвертая. И некоторые ни там, ни здесь, ни остаются. Люди, которые никогда не оставались, они не просто отстали. Они стоят на месте. Они ничего не знают. Понимаете? Не знают. Вот нынче крещения было. Сколько людей было, все пришли через интернет, через наш канал. Все. До одного. Одна с Германией, одна с Ливией. Я думал, с Ливионом. Или на Фавор. И сейчас, вот вчера, позавчера, а вы, мой духовный отец, дорожал, и не знаю даже где. А почему? А вот я тут нашла вас, когда я теперь поняла, вчера заходит ко мне Георгий, сын отца Наума. У меня вопросы. Сколько он вопросов задал? Ну, где-то 47, что ли. Это заранее подготовить. Я ему на все вопросы, и он на все согласился. Это Бог делает так. Убедить человека, когда он уже читал и к чему-то склонен, это непростая вещь. 47 раз пришлось подниматься и садиться. Согласен. Вон дальше, следующий вопрос. Согласен. Следующий вопрос. Задают только, кто совсем недавно. хороший человек-то задавал, а он принимает, крещение принимал. Его звать Семенов Вячеслав. Впервые приехал с своим семейством. С женой приехал и с отцом. И приняли крещение. Сергий. Вячеслав. Отец Сергий, а он Вячеслав. А Вячеслав этот, его сын-то. Видите, дальше уже разговоры идет. Ни слова. Он, этот человек, очень расположен к нам. очень. И он уже больший час работы берет на себя. Ему сейчас помогает еще один Илья Вячеслав. Вдалеку не уходите, дети. Сейчас я всех соберу сюда. Подарки вам даю. Куда-то чего побежал. И он сильно помогает. Помогает и съездил. Уже с отцом на умом встретился, фотографии прислал. До чего активные люди. Это тоже все интернетное. И он такие вопросы задает. В таблице составляет. Семикратная молитва. В чате. В интернете задает. Так. Не молится. Сколько есть? Одна молитва только. 5-7. А дальше и более. И целую таблицу составляет. Я никогда бы не додумался до этого. Он все систематизирует. Его чуть не выгнали с работы, что он с бородой. А обслуживает где-то в аэропорту. И там поднялись как-то. Вызвал его. Он ущемил какого-то там одного. Он говорит, я тебе припомню вроде бы. Так. Ну и дальше припомнили. Уволит с работы. И два юриста. С разных сторон. И кажется, от разных стран там посоветовали. Ничего не делать. Он ко мне. Я говорю, ничего не делать. Устремляюсь в молитву. Бог сделает так, что возвысит тебя. И получилось. Он работает в Казани. А там мусульмане. Они меня принимают за своего. И везде тишина, покой. И он остался свободен. По сегодняшний день. И на работе. И все заглохло. То есть. Не надо отступать. Сразу же говорю. Вчера выставил я в интернете. Мне прислали. Очень интересный ролик. Если бы вы имели у себя дома интернет, я бы вам задал. У мусульман, я не могу сказать, но примерно раз в 10 больше бабок, которые имеют интернет. Мусульмане. Как они любят друг друга. И они все сообщают, все выходят на меня. И эти лайки называются положительные. Так это лайк, а так дизлайк. Лайк все-то я не люблю. Да или нет. И это у него. Вот у человека, который составил ролик. Душа расположена ко всем. Вот представьте, молодая, высокая, стройная девушка. Ну на кого? Ну примерно сказать. Ну-ка я попрошу сестричку встать. Я посмотрю, как ты выглядишь. Вот она примерно такая красавица. Садись. И вот представьте себе. На паспорт нельзя было в платках. А сейчас можно. Это мусульмане нам помогли. А сейчас на паспорт сфотографируйся в платке. И вот она идет. У нее платье. Вот нога где сгиб. Ну от пола примерно 2 сантиметра. И вот она подходит. Все, эта съемка идет. Красивая съемка такая. И она подходит к университету. Заходит со студентами. А там голова идет. Ее не знает, как звать. Девушка в платке. Однажды целая группа пришла. Там одна рассказывала. Посмотреть. Платье. А у нее хиджап надеты. Ну как наши вот сестры сидят. Вот видите Надежда Александровна. Подряд. Кто еще не снял себя. Алена вот. Ну представьте, что. Ну у нас-то переодеваются дальше. А потом пошел и юбка выше колена. Не годится. Она везде. Теперь берут интервью преподавателя университета. Это, говорит, лучшая ученица. Полная отличница. Притом она не просто отвечает на вопрос. У нее прогрессивно. Она выше берет и лучше, чтобы сделать. Она мусульманка. Ну. По лицу никогда не скажешь. Славянское чистое лицо. Что-то она город Саратов помянула. Где она там. Или там она, или где. Дальше. Она заканчивает университет. Как работу где искать. Я, говорит, знаю вот это. На что училась. Но мне хоть еще другое. Она сразу же берется на другую, другую специальность еще взять. Ее принимает на работу. Кто там директор. И он говорит. Да, у меня переживание было. Как будет реагировать. Знаете, смута в коллективе. Но оказалось, это хорошо, что она верующая. А если у меня много верующих, это какой покой будет здесь. Они блестящего отзыв дают. Где она работает. А теперь она на машине выезжает, где там показано, как она сидит. По полной форме, по-другому нет. Интервью дает как раз в каком-то там, то ли детский сад или что. На коне там много людей. И он и во всех позициях, где она бывает, где что платье продает. Вот там, ну, бывает дизайнер там где-то. И вот женщине, как она говорит. А потом сидит и себя анализирует. Вот здесь я говорила, могла по-другому. Я виновата. Сама себе сидит. И она все время растет духовно. Она не просто продает. А женщина, впервые пришедшая туда, она уже мусульманкой будет. Отдельной ей учительницей. Где она ее нашла, не знаю. Такая же одета, такая же девушка. И сидят, коран считают. И она нараспев дает. Здесь написано, любите Аллаха. Правильно, все правильно. Ну, конечно, правильно. Коран она, чтобы иметь доступ ко всем мусульманам. Какие люди есть. Я все просмотрел раз, другой раз. И сразу стал об одежде выбирать из святых отцов. И составился у меня как бы свой ролик. И она там, вот я скинул, Галина Александровна смотрела. Надо, чтобы дети посмотрели. Они говорят, мы не видели. А они не меняют одежду. Притом, отзывы какие, почитайте. Это где ж такие мусульмане? Это пробило. Какие препятствия стояли? Их под суды отдают за то, что платки приходят. Она пробила везде занятия, теперь другие заходят. Ей разрешили, и мне разрешите. Не просто, а начата кахаи. А она везде. Всевышний сказал так. Всевышний сказал так. И вчера еще Виктор Николаевич сбросил ролик один. Там у них где-то, не в Чечне, а рядом, мусульманская какая-то. Я мог бы показать вам. Был пожар. Почему? На седьмом этаже держали покрышки и краску разную, и все вспыхнуло. Ну, люди-то забрались на крышу. А у одного-то оказалась дома жена и ребенок. А теща там где-то. И вот что с ним было, как он попытался свести, держится за карниз. И дальше начинается, говорит, человек-паук. Штатуренный дом, он ни за что не держится. И однако жена подает ему, а ребенок, он сумел туда спуститься. Прошел, ребенок лежит как мертвый. И жена лежит такая же. Он его там, видимо, растеребил на грани отравления полного. И она ему подает ребенка. И он с ним сумел передать на крышу. Пожарники все, ни средств, ничего нет. Это чудо. Все смотрят на его. И все это снимается. И дальше и жену он берет, и жену понимает, и туда отправляет им наверх. И сам. И теперь берут у нее интервью. И смотрят в 40 метров высоты. Говорят, смотреть страшно. И вдруг там офицер, пожарник и говорит, знаете, случай необычный. Конечно, героический поступок. Но и мы удивляемся. Он награду получил. И большая какая-то грамота такая за героический поступок. И теща интервью дает. А теща глаза закрыла. Не говорит, я смотреть не могу. Сердце разрывается. Как он мог сделать? А он спокойно стоит там. Магомед этот. Моя семья. Моя жена. Мой ребенок. Я обязан был сделать это. А там в Дагестане было? В Дагестане. Мы там были. Понимаете, мусульманин. Это привлекает не одного человека. Мы христиане. Мы христиане. Давно новое имя. Не имя только дал, но жизнь другую. Это попутно немножко сказать. С чем сердце было довольное и взволнованное. Куда обратиться? Смотреть. Примеры какие? На занятия ходите. По интернету смотрите. У нас хлеб. Мы уже несколько лет не покупаем. Раиса Николаевна готовила. Кажется, Анна Кузьминичина. И в последнее время Раиса это сказать. Щукина. Неанила Алексеевна. Неанила Алексеевна, да. И она совсем за ней могла и никак. Мы давали мешок муки. Я даю масло растительное. И пополам. Она пишет себе и нам хлеб. Кто хотел бы помочь освободить нас от этого? Чтобы перевязать на себя. А Андрей, брат, завозит туда муку и прочее. У нас все и пока есть. Ну и мы не оставались в долгу. Старались чем-то, как-то, где-то. Кто мог бы помочь нам в этом? Она раз в неделю. Заезжали у нее там Сергей Павлович и привозят. Какой именно хлеб? Как пищет к ней, можно сходить и посмотреть. Нам это большая помощь была. Мы свободны. Мы в магазин не ходили. И хлеб говорит, что спрашивать-то? Свой. Но сегодня нет. Возьмите для себя, помолитесь. Может, что-то сердце расположится. Из готового. Если бы голодный голод. Сейчас бы все данную руку подняли. Я согласен за третью часть работать. Мы половину отдаем. Ну и дальше у меня отчет от Потеряевки. Уехал я немного раньше дня рождения. На два дня. И вернулся я уже полностью совершеннолетним. Восьмидесятилетним. При большей крепости. То есть у меня и крепость есть. Восемьдесят лет. Дальше нету. Теперь я живу за счет чего, тоже не знаю. Дальше Давид ничего не говорил. Семьдесят лет, а при большей крепости я и жил все. Поэтому прошу это учитывать. Каждую встречу со мной считайте последней. И успевайте борозду проложить на мне. То есть я запряженный. Вы держите за плуг. Поворачиваю на свою пашню. Я еще могу семилемешным плугом ворочать. Каждый день. Вот там был Виктор Анатольевич. Сама тут помощь была. Он брал на себя руководство. Один раз там что-то сбилось. Там обман такой идет по интернету. И хорошее просто. Месяц. Двадцать восемь дней сделали. Платили за полный. Если остается у меня даже сто тысяч назад не возвращает. Следующий плати сам. Никак. Вот у меня сколько лежит на телефоне. Столько и будет. В городе так. Нормально. А там? А кто жалуется? Люба только перечислила деньги. Проходит опять. Она в прокуратуру везде. И пока еще толком не добился. То есть обман. Жадность сгубила там людей. То есть Ютуб. Это Ютуб. В селе. Вещь неслыханная. Месяц укоротить. Я понимаю. Они сидят в компании. И так. Ты сколько? Да. Десять. А как? Откуда вы знаете и как? Я знаю. Как они разговаривают. А кто это вам сказал? Березовский Борис Абрамович. Когда мы стали миллиардерами. Теперь стали заботиться. На соревнованиях. Кто следующие двадцать будет миллиардов у него. Между собой. То есть кто больше обман. А миллиардами ниоткуда. Только за счет того, что электричество повысит. Шубайс. Он не знает куда деньги девать. Вот как. И они сидят там. Молоденькие. Подрастают. Абрамщики. Им надо тоже. Где-то место. И как? А как у тебя? Ну за месяц. Слушай. А его месяц можно укоротить. За двадцать восемь дней. И там покажи. А это никто не будет знать эти условия. Нет. И поэтому прокуратура свободен. Я знаю как там. А дальше? А дальше так что остается за месяц. В условия вести, что оно пропадает. А у меня один день. Значит меня люди ждут. У меня посещаемость. Какая? Просмотром. Сорок один миллион. На ютубе. Миллион. Вам понятно? Я не знаю. Если в интернете еще такой ютуб. Шестнадцать тысяч восемьсот роликов у нас. И каждый человек находит для себя что-то где-то. И вот они между собой судят. Да тут деревня кто знает. Куда жаловаться-то? А дойдет когда до дела так сказать. У нас в уставе было знакомство. А в устав он это включил. Деньги пропадают. Это не Билайн. Когда Билайн мне сколько там 75 рублей где-то счищили. Я обратился в органы. Я еще до дома не доехал. Они мне не 75, а 80. И 50 рублей приложили еще. А там мегафон. Ага. Мегафон называется. Ну во всяком случае так. А здесь приезжали с Алексеем Загуляевым. Советовались. Он говорит я тоже знаю. Там не добьешься. Я его отключил. Значит. Такое дело. По Теряевке что было намечено сделано. Работа большая была. У нас нынче был дозерист. А за доставку туда-сюда сразу 50 тысяч. Тысяч. При моей этой пенсии 8 тысяч. 141 рубль 33 копейки. По Теряевске ни разу не участвовали ни в дороге, нигде в оплатах. Да я бы и не взял. И Бог нашел такого бульдозериста на пенсию. Вот одно к одному. Я говорил об этом. Какая-то у него свадьба, внука или кого. Ему деньги нужны. И на него натолкнулся. Ас. Его хорошо знает Игорь Владимирович Дубунов. Они работали вместе. Как батюшка приедет, я его приглашу сюда. Он в По Теряевку специально приезжал с женой, чтобы нас показать. 66, что ли, ему лет. Как молодой, сухонький. Говорит, курит. Ни разу не видел курящего. Курящего. На довод стеснительный ему только христианином быть. Мы пригласим его. Уже подарок приготовили ему. Он сделал то, что за два месяца надо не сделать. И бульдозериста расставили. Месяц 25, кажется, дней простоял. Бульдозериста нету. Увезти некому даже. И он приехал. Приехал. Обнимается. Представь. Это вообще. Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Бульдозерист. Батюшка говорил, тут Красногорский какой-то район. Лен высокий, который на веревке там идет. Свалили. Комбайнера нету. Ну сколько он там получает? Общим собранием сказали 100 тысяч в месяц. В деревне 100 тысяч. Вы понимаете? Это вещь неслыханная. И никого нету. А я у меня экономически. Нам писал. У меня два высших образования. Но я ничего делать не умею. А зачем ты? Лёва Польгуев ни одного образования не имеет. И все может делать. Любую машину на ноги поставит. Вот что главное в жизни. Дальше. Одна неприятность, которую я не могу. И радость она приносит тоже. А катилась у меня кошка. Я призвал, кто там был. Слепых показал. Вот я такого не видел. Четыре котенка. Один черный совершенно. Один белый. Один серый. Ни пятышка никакого нет. И один рыжий. Все разные. С какого она гарема? Где она жила? От какого водолаза? Как Шариков говорил. Светофор. И Надежда Васильевна говорит. Ей кто-то в городе заказал. Она выбрала рыжего и белого. Выросли. Она никого не нашла. Они на мне. А у меня своих три. Они вахтовым методом у меня охраняют. И теперь что делать-то? У меня шесть кошек. Я их кое-как привез. На три группы разбил. В ящиках. А старшая от кого они происходят-то? Она их всех гоняет. За свою каноническую территорию. Игнать Иванович. Я, Крым Иванович, вы догоните. Только не белого, а серого. Белые отпали. Ага. Плата. Ну да. Немножко там серенькие. И голубоглазка от него. Галина Васильевна, отдайте ей какары. Глаза, как ультрамарин. Кошка в одной. Кому нужны кошки? Сергей Павлович, объявление дал? Дал. Мы ролик составили. Кто-то звонил, а я не мог в это время ответить. Мне уже звонили по объявлению. А кот, говорит, кастрированный. Говорю, нет. А на лоток ходит? Нет. Ну, к лотку и приученный. Нет, ну, тогда не надо. Им надо, чтобы он был кастрированный, на лоток ходил. Как в деревне. И разговаривал еще. И виски приносил. Нет. А я никогда не разрешаю делать это. Они должны естественно быть. Они мышей ловят. Они мышатники. Сразу двое сидят и мышей едят. Так. Мы хотели взглянуть. Теперь, сейчас, скажите. Вот на столе лежат такие... Знаете, что это такое? Нет. Нет. Вот как убого вымерено, я скажу. На неделе на это я был в ФСБ пятницу, в которой письмо было. Ответ пришел. Когда я просил сделать мне документ, надея к тебе, лжи, посадить меня и проверить, что я не лгу. Они ответили указания, но это у них как бы нет. А Серафян знает как. Но указали, что можете через суток провернуть. Я не знаю, что делать. Скажет, дурит человек. Вы приняли по-хорошему? Мы там с письмом пришли и записали полностью ролик. Да. Видела? Так, и обратно идем. Человек с бородой. Поздоровались. Он знает там приветы. Знаете, я ездил, там у нас есть один собак или кто-то на Афоне. Вам привет передавал. Через то, что останется. Людей столько, которые знают, считают. Но у нас материал-то громаднейший. И златоуста еще только нет. Идем мимо Валер здесь. Она погибла, помогала нам. Да. И в это время сверху сходит, который не понял. То ли сын, то ли племянник. Тоже, как его, Артеменко, кажется. Да. Фамилия. И он. Вот Господь все делает. Я не знаю. Он просто сошел. И сошел. Так, ничего такого нет. Поднимемся наверх. И одной женщине скачал, сказал, я не слышал. И она вышла. И вот эти два стандартчика вытаскивает. Нужно разобрать, дети, кому нужно что. Если есть знакомая там, верующая или бедная, помочь. Не уходите, разберите. И там шесть мешков, кажется, лежит в стенах. Чи. Это тоже гуманитарная помощь. Если никому здесь не отдадите, мы отвезем в Никольский собор. У них там какая-то группа работает, раздает здесь. Не, не. Там назначено в другое место уже. Вот эти мешки назначены в другое место. Ну, чтобы они не лежали здесь. Так, вот это вот мы принесли, не прикоснулись. Первый, чтобы тут посмотрел, Надежда Васильевна, она знает, кому. Но ее нету. А когда будет она? Вторник. Обещалось. Я покопалась. Все посмотрите. Дети, чтобы все зашли, кому что понравится. В конце, когда будет. Вот все. Так, по кошкам. Узнайте, кому надо, чтобы мышей ловить. Они знают, ну, поставить землю, они на землю ходят. Они в подпол влазят. Очень ласковые. Дальше. Вот этот вентилятор. И там у нас три вентилятора. Я думаю, мы сделаем такие, как подручники. И с этой стороны я закрою, потому что промораживает. А у нас каждый градус очень дорог. Я сверху накрою, а потом надо, когда снимут. Накрою плотным таким, ну, как маленький матрасик. Дальше. Я просил об этом человеке, Вячеславе, который так много делает, помолиться. То есть, постоянно его помнить. Он очень сильно помогает. Вот батюшка поехал, он уже узнал и встретил в Казани. И Ездра, который был, уже встретили и стоят. И деда привел своего, в 93 года. И батюшка, там, Вячеслава, где батюшка едет, наши люди, которые пришли через интернет, которые приезжали креститься, и батюшку встречают там в разных местах. Это чего-то стоит. Поэтому, вот я был в деревне, я иногда начинал в интернете работать минут 15 или 21 часа. Ночи. Уходят иногда 2-3 часа, пока с почтой разберусь. И бывает еще и прилягу до 4-40, когда на молитву общую. У нас идет просто работа. Большая работа, прибыльная работа для Бога. Вчера только двое зашли, которые ждали. И одна уже с ребенком, приеду летом, какое время. Там прям вся восхитительная такая, как вот эта наша Алена. Она с ним познакомится. Елена теперь называется. Елена, да. Вот теперь несколько еще добавок сделаю о том. Андрей Ткачев, священник, очень популярный, бывший полковник вооруженных сил. И на него тоже напали за то, что он там женщине так ответил, дескать, грубо он, не знает. И специально люди нигде больше, видимо, не могут, а им нападать готово. Отца Владимира Головина просто сожрали. И на него тоже кинулись. И он сейчас говорит. И он сказал недавно, он хорошие проповеди говорит. Но говорит, и вдруг камеру повернули. Я гляжу, там торговля идет, люди ходят. То есть они говорят, а сделать ничего не могут. Перед ним сидят, ни одного платка не может надеть. Вчера одна вышла без платка. Я сразу первым делал надеть платок. Она тоже надела. Они над душами не работают. Но однажды он сказал здесь. Знаете, есть люди, которые познали, что есть суд Божий. И это они узнали не у нас. Есть люди, которые узнали о Христе, что он родился. И жизнь изменилась. И это не у нас. Узнали, что Христос отдал жизнь, умер на кресте. И это не у нас. И он умер за нас и воскрес. И это все сделалось у протестантов. С нашими вчерашними мы сотни миллионов уже потеряли людей. Из-за того, что не проповедуем. Как будто я там был рядом. Или из моих материалов взяли, или что. И они ушли к протестантам. Это не просто мы не сказали. Я напоминаю одно выступление Нинина Даниловой. Законодательное собрание депутат от КПРФ. Она говорит, это деревня исчезла, 21 тысяча. Это не на карте стерли. Это потеря земли государства. И 10 тысяч, ну ладно, да и шут сел. Один-два человека остались. Все делается для того, чтобы страны не было. А мы давайте встречное течение создадим. Она должна быть. Русский человек много получил. Да не умел воспользоваться. О нем тоже молитесь. Всю Сибирь получили. У нас посреди деревни маленький Толгенепруд, а выкопанные два бульдозера мы наняли. Такие, я называю, капиллары, как называют, американские. И землю плодородного анвеса, и настоящее озерко получилось. И они потеряевски не смотрят. Смотрят так это все. И там и мусор. И мы сделали так. С одной стороны деревья спилили. Володя пилил. И стой, все, вода чистая была. А воды-то нет сейчас там. Я копал там колодец. И все, заилил это. И вот все сделали как надо. И сразу два человека спрашивают. А можно уже? А вот распилил деревья. Деревья, прям настоящая спаленная дрова. Никита там строится начинает. Нет, это нам самим нужно. Люба подошла и тоже отказали. Ну, самим надо. Вот, отказали. Никто не знает. И в это время события так складываются. Я еду по этой, где трасса-то наша идет около этого озерка. Посередине, там, где Глушкова где-то время. И в это время гляжу, Люба на маленькой тачке руками на одном колесе. Сучки сухие накидала. И кладет в свою тележку, вывозит. Я тележку взял, давай отвезу. Я нет. Володя пришел. Володя, давай-ка мы все отдадим. Все вывезем. И которая дрова, это Люба. А тот строится, ему нужны более длинные, пусть он их заберет. До единого полена. Поэтому настаивать на своем, я еще раз говорю, не надо. Потому что Господь трогает наши сердца. И мы сделали с такой радостью это. Пошли, и вот тоже. Нам нужна большая машина. А на ней только Катерентий. Вторник, никого нет. А Лена вышла, что-то тоже недомогает, видно. И она говорит, а вот маленький Тартаренок. А Никита умеет на нем ездить. Возьмите. Я думаю, что он возьмет. Второй раз пришел, опять неудачно. Возьмите маленький Тартаренок. Я отошел, не зря она говорит. Я пошел, Никита, возьмешь. Он бегом туда на велосипед. И все вывез. То есть она спокойно сказала где-то. Я не обратил внимания, я виноват. Я понял, что большой объем. И на такой, ну все там, Тартаренок. Ручной. А оказалось, можно вывезти. Они наложили, братья, пень, пню, бывшую, вот так вот. И все. А Люба там, говорится, от радости ликует. И все как надо. И с Никитой хорошее отношение. И везде все Господь устроил. Дальше. У меня неприятность большая, можно сказать. Какой-то падеж голубей. А для чего говоришь? А мы молимся о скотине. Объяснений никакого нет. У них есть такая бетлячка, так голову заворачивает. Она клюет, она. Он не видит, что клюет в воздух. Они где-то. Захожу утром, несколько голубей. Несколько. Самое сильное. Притом здоровое видно. Как отравы наелись. И вдруг внутри нас захожу. Краснодарский край. Есть такая птица, дикий голубь, лесной. Вяхихер. Называется. Видите, по-другому. От одной и той же названия. Охотники приехали. Ну знаю, я не там расположен. В одном месте, в другом. Мертвые осмотрели. Выстрела не было. Забили тревогу. И потом показывают. Вот отсюда, до той стены. И вот такой квадрат полностью одними голубями лежит. Все мертвые. Прокуратуру. Где отравлены? Почему? Отравляли мышей на поле. Они поели. Смотреть даже. Я посторонних посмотрел. Сердце дрогнуло. Это и в природе. У нас фермера сейчас пользуются. Жаворонков вообще не слыхать. Скворсток нет. Все вымерло. То есть они клюют там. А которые такие тресогуски желтые на полях там живут. Они не залетают. Все живые расплодились. Ласточки только мошек едят. Тьма тьмущая ласточек. А эти не соглашаются. Сами страдают. Сами. А почему? Вот в Америке, откуда все это все идет-то, отказываются от отравы. Потому что какая-то часть проникает тоже. Хотя опрыскивает и когда еще, может, зерна-то нету. Так что, хорошо, когда свое все. Вы помните, что я вам рассказал? Есть такой YouTube. И у нас бывает иногда замечание. Замечание только два. Второе замечание. И даже может быть два или три. Все, сложности вырубают. Больше нет. Сергей Павлович испытал это. Отрывают. Я трудился над ним 10 лет. Они могут уничтожить за раз. Один раз я показал, что вот смотрите, нельзя этого делать. В Германии сумели убедить десятиклассницы. Взрослые девушки. Все преподаватели догола все разделись. И там в спортивной зале. Все. Ни одной нитки нет никому. Девчонки здесь. И все это показывают, снимают. И как они канат перетягиваются. Канат, что упадут друг на друга. И преподаватель ходит, трясет. Ни одной ниточки на человеке нет. И я это показал, как это в Слове Божьем. Я агитируюсь за это. Замещание. Замещание на три месяца. Если за этот срок нет, аннулируется его, нет. Другое забивают, скота режут. Я снял это, все показал. Колбасу все едят. Как обделают, обдирают можно. Но допустим, священник хочет таким держаться вещей. Заколоть не может. Игорь приходит, колет. Заколол, теперь он берет нож и будет делать все. Это не запрещается. И здесь вот такая вот история. Я говорю, они убивают. А мне до того жалко. Сейчас здоровый, бык лежит, теперь лежит. Я говорю, слава детей Божьих. Вся тварь, которая стенает совокупно, будет освобождена. Цитирую. Там это не посмотрели. Вы показали, как убивают. Ну, я уже все. Замещание есть. Я опять три месяца на дрожжах. Я теперь прошу, которые зашли, там у нас доступ имеют. Да идите же, за что они могут еще зацепиться. Мне это не надо. Которые прошлое-то. Эксплуатация детей. Дети пилят, эксплуатация детей. Сразу стоп. Аннулируется. Но оказалось, за это никак нельзя. Они сами здесь и сумели... У меня был один напал такой. Полос. Фамилия его. То, что я в университете. Ну, украл ролик. Я стою про победу. Игорь Александрович рядом. Он считает сущий. Я толкование даю. Это наша. Аудитория наша. Как это ваш мог быть ролик-то? Я вот стал судом Божиим стращать. Он сам может снять. Я не могу. И он тогда согласился снять. Которые обвинения. Что я украл этот ролик. А там нет аудитории. Я стою, мы двое стоим. А снимают отец Суворов. Мой ролик. Это интернет. Вот когда один священник на меня все это гнал людей. Два-три человека наименомет. Нажмите там дизлайк-то. А там отобразилось. Все. Меня перекрыли в ВКонтакте. Кажется, недели две сотни людей. Сотни. Не могут ко мне достучаться. А что делать? Когда у него отношения остановились, он им сообщил. Это я делал. Это неправда. А ему вопрос. А где в это время были люди? Они поверили, что он. И тогда сняли. А потом он снова ополчился. Значит, у нас есть несерьезное отношение к жизни. Я благодарю Бога. Господь многое нам открывает здесь. Вот люди, которые ходили. Я вижу, Михаила нету, Петровича. Кто знает, живой он или нет? Я говорю о Корюковском. Можно я скажу? Кто-то его из братьев-сёртюрли встречал. Сказал он, что живой. В Еделеево ходит в другой храм. Понятно, что его затянут. Ну какой образ жизни. На долгие сроки у нас сколько было. И так ходит в другой. Ему просто стыдно. Он очень стыдливый такой, спокойный. Так. Соклаковы Ольги давно нету. Что с ней? Ну она живая. Она ходит в храм. Нам ходить не будет. То есть срам. Куда она не ходит? Срам один. Куда она ходит что? К матери, к больной. Ни одного не допустила из нашей. К батюшку не допустила. И здесь как бы ни было. Вот в прошлом году она что-то понуждалась. Мы из потерябки сразу ей послали, что там требуется. Здесь раз тихо. Она уже тогда раньше уходила и опять. Ну скажите ей, что так не делается. Ты пришла, упростилась. Знаете, как было. Муравлев был у нас, Игорь. Он пришел, высказал благодарность. Мне было хорошо, но вот такое дело. И я ухожу, и жена... То есть вот так и все. Мы же ничего не просим. Никого не держим. Никому не стараемся льстить. Я вот пришел, много сказал вам. И тут одна приезжала, Сульяновская, Голубева, Екатерина. Она очень активная. И у нее вышли стихи. Подарить стихи. Стихи по той книге. Они простенькие у нее такие. Незатейливые, но хорошие. Видно, она крайне искренняя. Так, передай туда под стол. На какую тему? Прискай. Прискай. Мой путь к храму. Абоги. Абоги. Все, абоги у нее. Так, подождите. Сейчас еще... Вот надо заигрывать. Так, как это разорвать-то? Аккуратно. А, ну-ка, помоги. Где ты? Я, может, не разбираюсь. Сейчас, зайдем. А, ножницы. Там ножницы есть. Да, аккуратненько, конечно. Где там ножницы? Сейчас получите. Детей призадите материалы, которые есть. Брат, ножницы. Да, дети уже все здесь. Зато отстали. Где? Да, отстали ей. Сейчас дадут. Если у вас есть знакомые, которые любят стихи, можете взять для них. Верующие. Так, все, да? Так, еще не, что-то не недолго. Так, еще не. О, как это, как я ходил я там на типографию не видел. Там еще упаковка. Упаковочка. Вот еще и это. Вот здесь, вот здесь. Че? Нет, выросли. Так. Ты с ней поговоришь. О, так, раздайте, кому надо. С ней поговорить. Которые знакомые, близкие, любящие стихи, можете отдать. Потому что они не лежали у нас. Это наш человек. Так. Возьмите. Ваня, возьмите одну. Пожалуйста. На, возьмите. На, возьмите. На, возьмите. Что ты не берешь? Хорошую. Так еще возьми ты себе. Благодарим всех, кто молился о нас. Мы вас не забывали. Молились. Как кому? Зачем? Я в прошлый раз, когда уехал, Елена меня провезла до вокзала. А там я доехал и встречает Игорь. Барабаш. И доехали. По милости Божией, живой, за все Бога благодарю. Глаз у вас не гноится глаз? Не гно, бывает там пятушка, это еще даже, внимание. Ни разу еще, пока ничего не делал. Ну и, как что говорили, у меня долго не было морковок. Морковки появились, мне сразу легко стало. Сейчас там Татьяна прислала, мелкие хвостики. А вам нужна еще морковка? Нет, есть, есть. Хорошая, у нас большая морковка. Может, весной только есть. Вот я благодарю Бога и вас, что вы помните, смотрите о нас. Все. Можно на месяц? Да, это я поднимся. Я у Нины была, и она была вчера по ком, конечно, пели. Вот, и снова я поеду. Вот, не знаю, во вторник, наверное, если Игорь, может, он поедет или на автобусе. Ну, еще поеду. У батюшки отпуск и у меня отпуск. Татьяна Кузьминовична, расскажите, что у вас там случилось? Просят вас сказать. Как у нас. Приняли. Еретики вы все. Сначала расставай, чтобы пошли к нам. Я ходила, во воскресенье я ходила, но умолчали, ничего не говорили. Я спокойно встану в стороночке, да и молюсь. Это девка-классочка. Класска тоже. Класска, класска в церкви. Ну, второй раз, когда я пришла, это мама хозяина, кто делала эту церковь, она так мне потихонечку там шепчет, ну вы к нам ходите, ходите. Вот свечечки вот, знаете, вот это самое, ага, вы можете записочки подать, ну вот так. Ну так по-хорошему, очень доброжелательно, она такая приятная бабушка. И она очень доброжелательно так это потихоньку, ну как бы это, хотите, выходите к нам. Да и Нина вроде пусть ходит. Ну и все. Да и Нина. И к иконом подошла, и все. Ну и встала так, жарко, очень душно, маленький такой совсем, вот храмик-то. Я курточку сняла, повесила, ну и в стороночку, как всегда, встала тут. Это вот с отцом Спиридоном приехала, ну, его знакомая или кто она там ему, ну она на хоре, значит, она и ведет вот. На клейр. На клейр, да. Она одна ведет. Она, значит, выходит вот к середине и говорит сразу на меня. Вы кто такая? Вы как пришли к нам? Я говорю, я православная, христианка, говорю. Ну вот я в храм пришла помолиться. Ну надо знать, кто вы, вот пришли-то к нам, кто вы. Я говорю, я ей показываю, что в храме говорить нельзя, я ей показываю потихоньку. Она не понимает опять, она вот распяет меня, кто и все. Ну раз не понимает, говорите, говорит. Сейчас вот службы нет, говорите. Ну я говорю, я православная, вот пришла помолиться в храм. Она. А почему вы свечи не берете? Почему свечи не берете? Я говорю, ну, не хочу просто, не буду брать. Ага. А вот почему. Я говорю, ну, Христу надо все чистое. Да и потом вы меня так прямо это самое пытаете. Может быть, я и не могу ее взять. Может быть, я и не могу. Она берет тогда две свечки, и мне их, это, берите. Я говорю, да нет, я не буду брать. Надо чистое. А, поворачивается. Ну, человек, человек, 7-8, наверное, может быть, было людей-то. Вот, видите, это у нас нечисто. Да, нечисто. А вы признаете мощи? У них икона с мощами, Петра и Феврония. Хорошая икона. Я утром, я говорю, я уже прикладывалась. Я пришла, я уже приложилась. Нет, приложитесь, чтобы видели. Ну я пошла, ну я пошла, приложилась. Все, снова смотрю, она. Допрос. А почему вы не стали крест целовать? Вот в прошлый раз вы приходили. Я пошла сразу ко кресту, он туда, прямо возле этого. Я пошла, два поклона земные сделала, поцеловала. А как раз повернулась так, туда, к алтарю. Там слышу голос, она не целует. Я тогда повернулась к ним, ну и поцеловала еще раз. И поднялась, сделала крестное знамение и вернулась снова. В общем, что-то нам, что еще выходит тогда священник. Он там в алтаре был. Это он все руководил. Он выходит. Он руководитель был. Я говорю, ну кто вы, да, вы почему, вы из Потеряевки или из Барнаула? Я говорю, я из Барнаула. А где вы там, я говорю, у нас крестовозвиженская община. Там еще женщина одна. Она тоже подстрекала. Эта женщина, как мне сказали, что она была у нас в Потеряевке. Она привозила девочку. Людмила ее зовут. И она приезжает из Павловска. Почему-то она, там два храма в Павловске, она туда не ходит. А они вот приезжают сюда к нему. И еще какая-то семья приезжает. Вот его как бы друзья. Одна бабушка, которая старенькая такая, сгорбленная, она ходит в храм. Она говорит, да что вы делаете? Она со скорбью прямо говорит, что вы делаете? У нас и так людей нету, не ходят люди. Что вы делаете? А ее, да ты, Таисю, ну-ка молчи. Молчевай. Я, значит, это, ну стою, священник вышел и говорит, вы еретики. Вот, и отделы миссионерские и религиоведы, они все говорят, что вы еретики. И, это, к нам нечего ходить. А я встала, еретики, да. А я встала и говорит, и отрекитесь. Я говорю, у меня ума не хватает. Я вот только встала и говорю, у меня ума не хватает. От чего отрекаться? Я говорю, вы же знаете нашего священника, отца Якима. Да, конечно, он приезжал к нам, был он у нас. Я говорю, он православный священник. Как? От чего? Отрекитесь. Вы еретики. Он у нас, он своем, он все. Почему он так долго там сидит, надо за него помолить. Еретики и отрекитесь, и все. И так стоит прям, я говорю, я не понимаю. А митрополит к нам приезжает. Вы и митрополита не признаете? Ну, он к нам приезжает, он ко мне приезжает. Вот в Потеряевку к вам едет, а обратно к нам заезжает. Ко мне тут. Ну, у нас небольшие расхождения с ним. Так можно сказать. Ну и... Братец генерала. Вы еретики и откажитесь от книг, откажитесь. Вот оно, вот оно где. И мне вот так на дверь, и уходите. Уходите. Отрекитесь и уходите. А я еще, я еще встала, говорю, ну как вы можете? Мы же братья и сестры. Мы же из одной чаши причащаемся. И повернулась вот эта вот женщина, она говорит, я знаю, знаю. В Потеряевке-то была ей. У вас свои там правила, и я хотела к вам сюда. В храм прийти. А то ли отговорили, то ли не пустили. Что-то, в общем, так. Не дошла она до нас. А я тогда повернулась, как всем и говорю. А я вас приглашаю к нам в храм. Приходите. Только, конечно, у нас свои действительно правила. Нужно по форме одеться. И она стоит на клере. Один раз в разрез на юбке. Я не знаю, как она кланялась. А тут вообще. Не кланяются они, поэтому. В коротенькой юбочке. Вся вот такая, волосы везде. Ну, открытая. Вот, что ли? На кучке. Ну, и все. Вот так мы решили. Так что, вот, видите, как. Просто не ходите все туда. Чего это? Это же щитомолитие в них есть. Они вообще отвержены. Проклятые ноги отриславленных. Почему? Нам очень хорошо. Мы вместе молимся. Работали вместе. Что-то делали. По хозяйству заканчивали. Вот. И ей тоже помощь нужна. Молитесь. Потому что она пережила вот этот инфаркт у ней. У нее давление поднимается. И печку топить надо каждый день. Она вот и дрова сама колет. Я как посмотрела, говорю, я так не смогу. У ней наколоты дрова. Но большие. Она еще колет. А колоть ей вообще-то ведь нельзя сейчас. Ничего нельзя, конечно. А как у них с продажей дома? Продвигается или нет? Они же продавать и выставляли. Ну, как не хочет. Она уже немощная. Ей надо с сыном жить. Здесь очень хорошо. Там ее родные. Они говорят, о, да Канад Татьяна пусть и живет с тобой. Соседка там тоже. Вдвоем. И ты еще тогда. А что меня не позовите? Татьяна Пузьминища. Да надо, Володя. Там ей что-то надо было. Я же ей прилагал эту помощь. Эта Володе нету помог. Что-то то ли там на крыше, то ли где-то что-то ей надо было сделать. У меня же есть кто-то, чтобы по своей защитой проходить. Мужчина. Все. Господи. Господи. Главным об Иисусе Христе. Господи. Праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое Бога и Иегова. Дух Святой да заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услышим, Ахатролюша, вопиющих Тебе. И прими воззаяние рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. И услыши, Божий дивный, молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Твоих и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует...